Елена, добрый день. Надеюсь, меня слышно и видно. Представлюсь и расскажу, где вы находитесь, если вдруг первый раз на нашем эфире. Зовут меня Бабошин Максим, управляющий партнер компании Fitness Expert, и вы находитесь на прямом эфире от веселого бизнес-ообщества Fitness Expert, где мы ежедневно с вами обсуждаем, делимся статистикой, кейсами, фишками, которые помогают нам в развитии наших фитнес-клубов и студий. Сегодня у нас интересный эфир. Давно мы эту тему не поднимали, не поднимали тему инноваций в индустрии фитнеса. Да, Елена, спасибо. Очень приятно. Действительно, стараемся делать полезными, чтобы помогать вам в развитии фитнес-клубов. Ну что, сегодня мы поговорим об инновациях. Давно о них не говорили. И, может быть, вы и знаете, что на каждом нашем мероприятии в Сколково, на Global Fitness Evolution, который раньше проходил два раза в году, весной и осенью, в пандемию мы проводили по одному разу в год, мы обязательно проводим специальную сессию, сессию инноваций, где собираем все стартапы, инновационные решения, все, что появляется новое на рынке индустрии фитнеса, интересное, новое, да, что нам было полезно. Это и какие-то сервисы, и решения, и оборудование, и все вместе, и методики, да. Отбираем самые лучшие, презентуем, показываем, участники выставки могут с ними ознакомиться на стендах, и специальные сессии презентации. Ну и, естественно, помимо такого мероприятия на самом Сколково мы регулярно находим такие решения, к нам приходят коллеги, да, стартаперы, можно сказать так, с какими-то интересными инновациями, которые еще пока не получили такую большую популярность, мы видим в них большое будущее, и видим, как это может помогать нам, в данном случае, наверное, в продаже, да, карточек фитнес-клуб абонементов, да. Решение интересное, для многих оно почему-то, правда, спорное достаточно, но я так понимаю, что для людей, которые, условно, старшего поколения, которые не так погружены в цифровые инновационные технологии, для них это может быть так слегка чуждо, да, история, но, тем не менее, молодое поколение, которое активно внедряет в свою жизнь любые инновации, тем более цифровые, для них это, конечно же, такой продукт, такое решение может быть более актуально, ну и главное, оно в мире их ценностей. Что, хочу представить сегодняшнего нашего эксперта Артема Безерга. Артем, сейчас у вас появится решение. Редактор субтитров А.Семкин Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Да, Артем, рад вас видеть. Ну что, расскажите о вашей инновации. Действительно, штука интересная. Если честно, то на самом-то деле даже в любых других отраслях, там, не знаю, которые, можно сказать, более продвинутые, чем фитнес, да, не знаю, там, в продаже автомобилей, в рестораторах, еще где-то, да, мы пока, ну, я лично не то, что прям встречал, да, такие решения, главное, не встречал, да, продукты, с помощью которых можно было бы обвлекать людей и продавать, да, сервисы и продукты. Ну и тем, конечно, радостнее, что в фитнесе тоже такие сервисы появляются, да, значит, мы условно находимся на пике инноваций, да, поэтому расскажите, расскажите, что за технология, как ее применять, насколько эффективно, если есть уже примеры фитнес-индустрии, которые к себе внедряли, как реагируют клиенты, да, и насколько, в принципе, эта тема интересная, главное, насколько она помогает конкретно в продаже. Вам слово, презентация сейчас подгрузится, если нужно демонстрировать экран, у вас есть кнопка, я вам в помощь за кадром. Все, понял, спасибо. Да, всем здравствуйте, меня зовут Безега Артем, я владелец и директор компании Техприсутствие, мы занимаемся созданием виртуальных торгов объектов недвижимости, занимаемся этим уже около пяти лет, и изначально мы использовали одну технологию, которая распространена в России, но не так интересно, а вот совсем недавно начали использовать новую технологию, которую сейчас я, наверное, сразу же покажу, чтобы вам было понятно вообще, о чем будем разговаривать, и о каком роде тренераторах я буду рассказывать, а потом уже начну рассказывать, как это используют в различных бизнесах, и, конечно же, как это используют в питнес-индустрии. Так, сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Итак, если вы... Максим, вы на связи сейчас? Сейчас видно мой экран? Так, все, вижу. Когда мы рассказываем нашим клиентам о тренераторах, то изначально мы встречаем с таким скептическим отношением к этому всему, потому что все относятся к этому как к фишке, которая не особо работает. Но когда мы показываем наши тренераторы, то значение совершенно меняется. Потому что старые тренераторы, которые делали раньше, они были просто, так скажем, несколькими фотографиями, которые, ну, в формате 360, которые были между собой, собраны с помощью силы, то сейчас тренератор – это как полноценная игра, по которой можно прогуливаться, как в обычной компьютерной игре. Это достигается тем, что наша камера сканирует все пространство клуба, и человек, вот сейчас я перемещаюсь с помощью стрелочек по фитнес-клубу Love Fitness в городе Ярославль. То есть у нас создается полный эффект присутствия, как, в принципе, наша компания называется, и человек по области может оценить весь клуб. Также мы можем в этом тренераторе открыть 3D-модель клуба, то есть создается 3D-модель, создается также план каждого этажа с зонами, которые мы также включаем. И при нажатии в любую зону фитнес-клуба, например, где мы с вами уже были в бассейне, мы оказываемся именно в этом месте. Также в данный тренератор мы включаем хайлайты, то есть быстрые переходы в различные части клуба. Человек, открыт их, может переместиться быстро в любую часть клуба и там уже идти прогуляться там. Заметили, это необычный тренератор, это, ну, совершенно новая технология. Итак. Сейчас, секундочку. В чем вообще мы видим вот наш план презентации и в чем суть, так скажем, зачем создаются тренераторы и как они отличаются от фотографий, от видео и так далее. На наш взгляд, суть тренераторов в том, что они максимально информативны по сравнению с фотографиями и видео и текстом и минимально субъективны. То есть, например, представляете, как раньше, ну, представьте, что давайте перенесемся на 20 лет назад и вспомним, как мы, например, смотрели объявления о продаже квартир в газетах, когда у нас было три строчки текста и было написано там двухкомнатная квартира, сколько-то квадратных метров и какое-то красное описание. То есть, это было минимально информативно и максимально можно было субъективно написать, ну, а писать недвижимость. Так вот, вижу, идут вопросы. Можно ли добавить людей, которые тренируются? Да, я обязательно на этот вопрос отвечу немного позднее и когда в конце буду отвечать на все вопросы. То есть, если, например, текстом мы можем субъективно описать про то пространство, которое мы презентуем, то с помощью тренинга мы показываем действительно пространство таким, какое оно есть. так, вижу, что как сейчас меня слышно, если плохо, то поставьте, пожалуйста, минусы. Все хорошо, спасибо. Итак, суть тренингатура в том, что он максимально объективно показывает тот объект, который мы презентуем. Так, все вижу, спасибо, плюсы. Итак, 3D Tour максимально объективно показывает то пространство, которое мы презентуем. То есть, если, например, фото и видео оно может показать какие-то только обратить внимание только на положительное качество того или иного объекта и, соответственно, у человека будет ощущение, что ему субъективно что-то демонстрируют, то 3D Tour является таким инструментом, который максимально объективно показывает тот или иной объект. И раз таки можно перейти к основному возражению, с которым мы сталкиваемся, когда предлагаем наши 3D Tуры фитнес-клубам. Обычно, когда мы предлагаем, нам говорят, что каждая продажа фитнес-авенемента, фитнес-клубной карты происходит только после того, как человек посетил в реальности клуб, то есть, он встретился менеджером в клубе. И нам отвечают, что мы не хотели бы делать 3D Tour, потому что если мы разместим его на сайте, то у человека создастся какое-то определенное мнение о фитнес-клубе, и он, скорее всего, не придет на реальный просмотр и не купит карту. Я с этим полностью согласен. Я согласен с тем, что карту приобретают только после реального просмотра клуба, но тем не менее. Посмотрите, сколько процентов людей, которые вам позвонили в позвонили вашим менеджерам, удается в итоге привести в привести на реальный просмотр. Может быть, даже если сейчас есть возможность, даже можете написать. сколько примерно процентов у вас, если такая есть, конечно, информация, сколько процентов вам удается вытащить на реальный просмотр. По нашей информации, когда мы общаемся с клубами, нам говорят, что это от 10 до 20, ну, кто-то говорит, 30 процентов людей позвонивших удается привлечь на реальный просмотр. А остальным, кто позвонил также, уже на тех тем, на кого потрачена реклама, их пригласить не удается, ну, по различным причинам, и, соответственно, продать им тоже никак нет возможности. В связи с этим мы видим именно виртуальный тур, как в большей степени как инструмент именно показа фитнес-клуба тем позвонившим, тем заинтересованным людям, которые позвонили, но на реальный просмотр никак подойти не могут. Соответственно, с помощью нашего созданного нами виртуального тура можно подогреть именно ту аудиторию, которая никак не приходит на реальный просмотр. То есть менеджер должен отправить ссылку на виртуальный тур заинтересованному клиенту, гуляет виртуально по вашему клубу, и после этого возможно с большей долей вероятности приходит на реальный просмотр, на котором уже стекляет сделка. Прошу прощения. Итак, это является основным возражением, с которым мы сталкиваемся при продаже наших виртуальных туров. Хочу сразу немного забегать вперед, сказать, что мы работаем вообще без предоплаты, и сначала мы полностью снимаем любую недвижимость, будь то фитнес-клуб или что-то другое, и только после того, как нашим клиентам все устраивает, мы соответственно клиент оплачивает нашу работу. Так, теперь давайте я вижу несколько вопросов, которые были ко мне. Я сейчас отправлю на ответ. Прошу прощения, немного болею. У Ваня вчера еще была температура, потому что не буду участвовать в этом семинаре, но сегодня более-менее выдаю. можно ли виртуальном формате показать клиентам особый формат сейчас я отвечу на вопрос, можно ли виртуальном формате показать клиентам особый формат фитнес-концепции, не только интерьера? Дарья, если можете, то поясните немного вопросов, что вы подразумеваете под особым форматом фитнес-концепции. Ага, да, Дарья, я вас понял. Смотрите, как раз таки сейчас я открою, сделаю демонстрацию экрана. вот смотрите, в наши виртуальные туры можно выстроить информационные метки, с помощью которых мы можем рассказать о любом объекте внутри объекта недвижимости. Например, в данном клубе у нас таких меток пока нет, вот сейчас мы, например, откроем один из наших тридцатуров, вот мы делали виртуальный тур для Ямагучи, и вот как можете посмотреть, так сначала можно посмотреть сверху, можно посмотреть 3D-модель, и на каждом товаре данного производителя мы установили метку, при наведении на которую открывается открывается видео, в каждом месте может открываться текст, фото или видео, который подробно рассказывает о том или ином объекте. Соответственно, вы, например, можете таким образом оживить ваш виртуальный тур и рассказать о качестве инновационных методиках подхода к фитнесу или что-то еще. Это не просто интерьеры, а можно разнообразить прогулку по этому интерьеру вот такими метками, где и подробно рассказать клиенту о тех или иных программах, или, например, также эти метки могут устанавливаться в различных частях клуба, чтобы человек при входе, например, в какое-то помещение, допустим, там, в бассейн, он мог нажать на эту метку и откроется, ответственно на видео, где менеджер фитнес-клуба расскажет об этом помещении, бассейне или о каком-то специализированном зале. Дарья, я правильно вас понял? Правильно ответил на ваш вопрос? Хорошо. Давайте тогда я постараюсь ответить еще на вопрос, который были до этого. Так, также вы, спрашивали, можно ли добавить людей, которые тренируются? Людей добавить можно, но это, наверное, будет проблематично, потому что вот камера, на которую мы снимаем, это называется камера MasterCord, она помимо того, что снимает на обычные фотокамеры все пространство, она также лазерами сканирует все это пространство. И нужно так, чтобы были люди в кадре, нужно, чтобы они на процесс съемки замирали, то есть они были в неподвижном положении. сейчас я вам покажу просто пример, как мы делали с людьми один объект, сейчас, секунду, вышел. Так далее. Вот в этом объекте, это, по-моему, квест, который мы снимали в прошлом году, здесь они хотели как раз тоже, чтобы люди были в кадре, персонажи этого квеста, вот они здесь стоят наряженных костюм, инженер вот, квест называется Форт Боярд, и здесь даже персонажи, на каждом персонажей есть метка, и здесь написано, что там на ней подписано на тьмеет. С таким же образом можно, например, добавить тренеров, допустим, или, ну, что посетители так снять не получится. Дарья, я ответил на вас первый вопрос? Возможно, какие-то есть еще вопросы? хорошо. Итак, вот последний слайд моей презентации, это наши клиенты, мы, с фитнес-клубом мы работаем не так давно, но они уже, для них уже это показало действительно эффективность, ну, сейчас мы снимаем фитнес-клубы воркласса, вот именно как раз на этих выходных снова будем снимать один из клубов. Так, ну, давайте тогда немного расскажу еще про именно те технические моменты, как происходит съемка фитнес-клуба. фитнес-клуб обычно снимается ночью, когда нет посетителей этого, когда в клубе нет посетителей, на съемку клуба где-то около 3000 квадратных метров уходит одна ночь, то есть это примерно 8, 3000 квадратных можно снять примерно, наверное, за 6-7 часов. То есть наш оператор приезжает в фитнес-клуб, обычно это бывает в пятницу или субботу, потому что в пятницу или субботу клуб посетителей из клуба уходит раньше, то есть он в 10 часов приходит, а с менеджером клуба он проходит по всему клубу, обращает внимание менеджером на какие-то недостатки, которые стоит еще убрать, чтобы это не попало в камеру, и где-то с полуночи после какого-то небольшого клининга оператор приступает к съемке и за одну ночь обычно успевает снять весь фитнес-клуб. Результат, то есть сам виртуальный тур он готов уже примерно через 3-4 дня и оплату наших клиентов производится после того, как их полностью все устроит в созданном нашем тредиатуре. Вот насчет вот этих хайлайтов и каких информационных меток, которые мы добавляем в тредиатуре. Это мы также делаем после голосования с клиентом. Он говорит, какие зоны нужно включить в хайлайты, какие информационные метки расставить на различных объектах. И мы также все это делаем. Это отдельно не оплачивается. всегда перед тем, как снимать на слух, мы говорим о том, что нужно его привести в товарный вид, чтобы клиенту чтобы потом, когда наш оператор приедет к нему, не пришлось что-то доделывать, где-то убираться и так далее, потому что иначе процесс съемки сильно затягивается. Итак, еще часто нам задают вопросы по поводу размещения тариатура на сайте. Не утяжелять ли он сайт, не делать загрузку сайта медленнее. Данные тариатуры хранятся на отдельном хостинге у себя на сайте вы просто размещаете ссылку и, соответственно, он не замедляет ваш сайт, ваш сайт будет открываться так же быстро, как и прежде. Все тариатуру открываются замечательно как на компьютере, так и на любом смартфоне. То есть с любого смартфона ваш клиент может прогуляться и полностью оценить ваш питинг-клуб. И на самом деле вот сейчас, когда я уже сам не снимаю эти тариатуры, а снимают операторы, но я оцениваю каждый тариатур после съемки. Вот попробуйте прогуляться по одному из наших тариатуров, буквально, ну, зайдите на сайт и можете открыть любой. тариатур именно такой формат тариатуров он реально как будто обманывает мозг и как будто через какое-то время у тебя раскладывается впечатление, что ты был в том или ином пространстве, которое нет на эту камеру, по которому ты просто виртуально прогуливался. Ну, это действительно, попробуйте, просто нужно один раз так попробовать это, посмотреть такой тариатур, и действительно то впечатление, что вы там были. так, вот я вижу еще вопрос, что влияет на стоимость. Стоимость зависит от так, что влияет на стоимость? Стоимость зависит от площади объекта недвижимости. Сейчас я открою вам прямо прайс, на сайте он есть, вы можете посмотреть. вот наш прайс. Итак, здесь я вижу, что указали площадь 3000 квадратных метров, съемка такого виртуального тура для клуба 3000 квадратных метров будет стоить 60 тысяч рублей. то есть, вы оплачиваете это только после того, как вас полностью устроит нашу работу. и мы вам предоставим все готовое и вы разместите на сайт. Вы специалиста, дополнительные информационные метки, хайлайты, это за это дополнительную стоимость мы не берем. и также важный момент, что мы с некоторыми клубами мы идем на сотрудничество так, вижу вопрос. Также, ну вот я сейчас договорю немного и отвечу Евгению тоже. Также мы работаем со многими клубами в расстрочку, то есть, на 3-4 месяца, во-первых, а во-вторых, мы с некоторыми клубами работаем по бартеру. То есть, некоторым клубам интересно отдать нам какое-то количество абонементов, и мы эти абонементы там сами с какой-то небольшим дисконтом продаем от себя, как выставляем или среди своих знакомых, или, допустим, на досках объявлений мы продаем эти клубные карты. Кому-то из фитнес-клубов это бывает удобно. Так, вижу вопрос. Как изменится стоимость, если клуб находится, я так понимаю, я мало ни нет, этаномный округ. Ну, я, конечно, сказал, что выезд бесплатный, но, наверное, это слишком далеко, и стоимость увеличится только на стоимость билета до вашего клуба, нашего оператора. Ну, и то мы можем это частично покрыть эту стоимость за свой счет. Евгения, а какая у вас площадь клуба? Так, 800 квадратных метров. 800 квадратных метров это стоимость без перелета получается 40 тысяч рублей. Я не могу вам сказать, сколько, не знаю, сколько до вас стоит самолет, но если вы готовы частично оплатить перелет нашего оператора, то мы с радостью вас Артем, спасибо. На самом деле, там просят контакты коллеги наши, поэтому можно в принципе в чате прямо оставить, как связаться, ну и конечно мы всем вышли информацию. Спасибо, тем не менее, да, вам здоровья в первую очередь, но тем не менее, спасибо, что смогли сегодня выйти, поделиться. Действительно, такая история новая, интересная, но все прекрасно понимаем, особенно условия пандемии, когда люди даже при выборе стараются все-таки поменьше ходить и может быть принять решение или показать родным, близким, жене, детям клуб, так наглядно, но всегда история более-менее выигрышная. Ну и конечно мы все стремимся быть еще лучше, отстраиваться от своих предложений, даже в коммуникациях и в том, как мы продаем своих условных конкурентов, поэтому всегда это конечно может быть интересно. Но ждем от вас еще проектов, ждем чем больше вы клубов отснимите и сделайте такие 3D-туры, мы сможем их показать, посмотреть, как это реально работает, ну и коллеги поделятся в первую очередь конечно же уже таким опытом на протяжении какого-то количества времени по конверсии. Все мы боремся за более эффективную конверсию и надеемся в том числе с вашим предложением и сервисом. Ну что коллеги, сегодня наверное по инновациям пока все. Если вопросов больше нет, Артем на связи, может задавать и в наших чатах, в том числе в нашем отраслевом чате, ссылку я сейчас здесь оставлю, ну и конечно ждем всех в феврале в Екатеринбурге на Большом Форуме, в марте уже в Краснодаре и в Перми, ну и конечно в апреле на нашем мероприятии в Сколково, скоро мы анонсируем точные даты и программу, всех ждем в том числе на Дне Инноваций. вот ссылаю ссылку на наш чат в Телеграме, там более тысячи коллег со всей страны. Ну что, всем спасибо, Артем, спасибо, напомню, всем все, мы вышли обязательно. Да, всем спасибо, заходите на сайт, смотрите примеры, обращайтесь. Всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok